В отношении Минска еще буквально два слова, еще раз, что у нас есть две, Европа четко говорит, что у нас есть одна альтернатива, либо мы выполняем Минск вместе со всеми сторонами, участниками Минска, либо это большая война. Это надо четко для себя понимать. Что касается тех поправок, которые приняты и тех двух резолюций, действительно очень важные те поправки, которые были приняты по предложению члена украинской делегации в ПАСЭ от политической партии, оппозиционный блок Юлии Левочкиной, касаются они следующих вопросов. Их поддержал весь состав ПАСЭ. Первое, это недопустимость давления и признания давления на оппозицию и независимые СМИ в Украине. Это необходимость в Украине построения широкого национального диалога, как записано в резолюции ПАСЭ, между различными этническими, религиозными и лингвистическими группами. Это необходимость проведения реформ в Украине. Это необходимость корректировки украинского иллюстрационного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это необходимость расследования, нормального расследования событий на Майдане и событий 2 мая в Одессе. И это нашло отражение, это очень важно, что это нашло отражение в резолюции. И об этом же говорили представители всех политических групп и президент ПАСЭ, говорили в кулуарах. И лично я, вот честно скажу, я первый раз был в ПАСЭ, но я не увидел никакой, скажем, какой-то пророссийской позиции со стороны, как там на этой неделе пытались обвинять президента ПАСЭ в чем-то. У них однозначно проевропейская и проукраинская позиция. Позиция, когда Украину поддерживают как сильное, независимое, единое государство, но они не ставят тождество между поддержкой Украины как государства и поддержкой преступной власти Украины, которая издевается над здравым смыслом, издевается над своим народом, издевается над оппозицией и ведет Украину в бездну.